Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сильная молодая учительница ОБЖ победила на окружном конкурсе. О чем мечтаете? Горожане рассказывают о своем главном желании в рубрике «Юганск говорит». Губернатор Югры подписал очередное постановление о продлении режима самоизоляции для группы РИСК, а связано это решение с растущим числом заболевших COVID-19. Ограничение продлится до 18 октября. За последние сутки в округе выявлен 141 новый случай коронавируса, причем 22 в «Нефтьюганске». Роспотребнадзор говорит о том, что в регионе увеличилось количество завозных случаев COVID-19. За прошлую неделю их было выявлено почти 50. Привозят COVID в основном отпускники из Краснодарского края и Дагестана. На эти два региона приходится почти 70% завозных случаев. На зарубежье в первую очередь Турцию 13%, Крым 10% и Ставрополье 8%. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила руководитель окружного Роспотребнадзора. Что касается продления самоизоляции, то оно касается граждан старше 65 лет, беременных женщин, людей, страдающих хроническими заболеваниями. Также окружное правительство сегодня должно решить, отправлять школьников на дистанционную учебу или нет. В Москве объявлены дополнительные каникулы для учащихся с 5 по 18 октября. Новые тротуары и лежащие полицейские появились в этом году в Нефтьюганске в рамках муниципального контракта. В 11-13 микрорайоне и по улице Мамонтовская работы уже выполнены. На следующей неделе будет готов тротуар по улице Парковая. С подробностями Мария Сераева. В течение двух лет жители просили установить тротуар по улице Парковая. В этом году в рамках ремонта уличнодорожной сети просьбу горожан выполнили. Большую часть работ подрядчик фирмы «Городострой» уже сделал. Сейчас идет установка бордюрного камня. На следующей неделе тротуар будет сдан. Тротуар начинается от ресторана «Прага» протяженностью 340 метров до ОМВД, именно той части, где у нас не было для комфортного хождения пешеходов. Кроме этого объекта у нас в этом году также появились два тротуара по улице Мамонтовской и возле перехода седьмого школы в 11 микрорайоне. А в следующий год планируется проложить тротуары в 11 микрорайоне. Пожелания высказали также жители. Там сейчас идет проект планировки по застройке. В этом году в 11 микрорайоне уже отремонтировали внутрипортальные проезды. В августе заключили еще один муниципальный контракт. Провели ямочный ремонт в 12 и 16 микрорайонах. В этом году муниципалитет провел большую работу по обустройству искусственных дорожных неровностей внутри 12 микрорайонов. Также лежачие полицейские были установлены управляющими компаниями в 16 и 17 микрорайонах. Очень много было жалоб жителей о том, что в микрорайонах не выполняют скоростной режим. У нас водители. И благодаря финансированию с местного бюджета также мы в этом году обустроили 34 эдуенок по 34 адресам. Есть необходимость в установке еще 70 штук. В приоритете установить лежачие полицейские вблизи образовательных и культурных учреждений. Остались неохваченные красные зоны и в других микрорайонах. Проблемных мест много. Закрывать их будут поэтапно, исходя из возможностей городского бюджета. Мария Сераева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания, Юганск. Сколько нефтеюганских выпускников поступили в ВУЗы? Департамент образования озвучил итоговые данные по одиннадцатиклассникам, закончившим школу в этом году. Всего в этом году нефтеюганские школы покинули 656 одиннадцатиклассников. И как посчитали в департаменте образования, более 70% поступили в высшие учебные заведения. Причем большая часть за пределами нашего региона. В ВУЗах Югры только 127 ребят. Почти столько же приняли решение поступать в средние профессиональные учебные заведения. Интересно, что 50 выпускников сразу после школы сразу начали работать. Несколько с той же целью пошли на обучающие курсы. Десять молодых людей отправились служить в армию. Когда учитель говорит с тобой на одном языке. Тамару Малюкову многие принимают за старшеклассницу. На самом деле она уже шестой год преподает в школе основы безопасности жизнедеятельности. Недавно Тамара Ивановна стала победителем регионального конкурса «Педагог года Югры» в номинации «Учитель ОБЖ». Как проходят ее уроки, узнаем из репортажа. Собрать рюкзак спасателя, преодолеть овраг, сориентироваться в незнакомой местности. На уроки Тамары Ивановны школьники бегут с удовольствием. Это не отвлеченная теория, а практика, которая может пригодиться любому. В отпуске, в походе, да и просто по дороге в школу. В параграф не смотрю. В параграф они могут прочитать дома. Когда мы проходим темы, именно правил поведения при той или иной чрезвычайной ситуации, я детям не даю готовый материал. Я им даю ситуацию, которая была в нашей стране или даже в нашем городе. Очень часто у нас происходит в нашем городе ДТП с участием пешеходов. Педагогически идти не собиралась. Но учителя ОБЖ тем более. Честно признается, что выбор был продиктован необходимостью поступить на бюджет. Но со временем поняла, что именно этот предмет идеально ей подходит. С детства была спортивная и боевая. Вот со временем я поняла, что все это практическое. Мне по душе разбирать автоматы, надевать противогазы, ОЗК, марш-бросок проходить. Мне это очень нравится. Вот именно военная подготовка и спортивный туризм – это теперь мое хобби. Ты прошел по бреду. Какой-то большой бред? Дальше. Дальше мы перетягиваем берег коврошную. Старшеклассники ее воспринимают как друга и почти ровесницу. Когда учитель говорит с тобой на одном языке, урок интереснее и доверия педагогу больше. Она не стесняется шутить и использовать молодежный сленг. Очень интересный педагог, очень дружелюбный, всегда готова помочь, всегда идет навстречу ученикам. На одной волне с учениками. Конечно, старшеклассникам это всегда приятно, когда учитель не говорит какими-то старыми фразами, которые непонятны, а новыми. Я считаю, интересность предмета в основном зависит больше от преподавателя. Мне очень даже интересен предмет, так как уроки проходят очень интересно. Знание молодежной субкультуры – это не заигрывание с учениками, а профессиональная необходимость, считает Малюкова. Поэтому Тамара Ивановна находит время для ее изучения. Я сижу на молодежных пабликах, и в Инстаграме, и ВКонтакте. И, естественно, там есть разные выражения, которые сейчас дети используют. Иногда бывает такое, что я не знала этого выражения, и прямо на уроке я говорю, а что это значит? В этом году в конкурсе «Педагог года Югры» впервые появилась номинация «Преподаватель УБЖ». Нефтьюганска делегировала наукру к Малюкову, и молодая учительница сумела обойти соперников мужчин. Тамара Ивановна удивительный человек и замечательный педагог, потому что она сочетает в себе высокий профессионализм и талант общения. Она внешне очень хрупкая, но, вы знаете, в ней такой внутренний стержень, что можно быть уверенным в том, что этому молодому педагогу все по плечу. А еще она не боится нестандартных подходов, открыто новому легкое на подъем. По мнению школьного начальства, именно за такими учителями будущее российского образования. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». 35% россиян чувствуют себя счастливыми. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Необычный опрос провел на улице города и наш корреспондент. Какое свое желание вы больше всего хотели бы исполнить? Итак, в эфире рубрика «Юганск говорит». Мы мечтаем о том, чтобы у нас дети просто были счастливые, внуки здоровые. Все, у нас больше как бы таких желаний особо и нету. Дети, внуки, чтобы все было хорошо. Даже не знаю, я бы загадала, чтобы мои родственники жили вечно. Хочу переехать. Я собралась в Чехию, вот, поступить туда. Хочу счастья своей внучке. Она скоро замуж выходит. О чем еще вы мечтаете? Чтобы здоровье было у всех, скорее закончился этот коронавирус. Он всем надоел. Мечты, наверное, открыть свою школу. Это философский вопрос, потому что, ну, вот лично для вас, что означает мечта? Чем она отличается от цели? То есть для кого-то мечта – это что он хочет когда-либо осуществить. Для кого-то мечта – это, не знаю, что точно никогда не сбудется, например, не знаю, чтобы выросли крылья. Материальное, ну, тогда побольше зарплаты мужу. Премию. Ну, если из материального, хотелось бы приобрести квартиру еще одну для детей. Вот, ну, пожалуй, все. Чтобы все были здоровы. Я думаю, этого достаточно. Когда будет здоровье, тогда и все у человека будет. Музыка их связала. Ко дню пожилого человека Оркестр русских народных инструментов в «Самоцвет Сибири» готовит праздничный концерт. Понятно, что из-за пандемии посмотреть его можно будет только в интернете. Но, как заверили музыканты на репетиции, они постараются придать хорошее настроение и через виртуальное пространство. Балалайчники, барабанщики и аккордеонисты Оркестра «Самоцвет Сибири» вовсю репетируют номера концерта ко дню пожилого человека. Его отмечают 1 октября. Мы готовим немножко из ретро, в основном, для людей пожилого возраста, чтобы поздравить их с праздником, чтобы они услышали знакомые мелодии. Увы, пандемия еще не закончилась, и пожилых людей по-прежнему призывают оставаться дома. Поэтому концерт пройдет в виртуальном нефтеюганском пространстве. Завтра у нас будет запись нашего мероприятия, концерта. Будет она выставлена на сайте культурно-досугового центра ВКонтакте. Все желающие могут посмотреть. Так как у нас в связи с пандемией зрителей нет, это будет проходить онлайн. Конечно, передать настроение через экран сложнее, чем вживую. Но знаменитая нефтеюганская артистка Миля Хусаинова надеется, что поздравление дойдет до сердца нефтеюганцев золотого возраста. Конечно, сложно. Но мы верим в то, что нас смотрят, за нами наблюдают, за нами следят. И мы хотим передать все то настроение, которое у нас есть, чтобы зритель почувствовал, сидя за экраном телевизора, ноутбука, компьютера. Запись концерта появится на странице культурно-досугового комплекса «Нефтеюганска завтра». Горожане смогут послушать попури из музыки популярных советских кинолент, народные и ретро-мелодии песни. Слово ни о чем не говорило, Любовь тарилась в глубине, Она ждала, И вот проснула, И глаза свои открыла. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В этом году более 100 молодых специалистов пополнили ряды работников РН «Юганскнефтегаз». Большинство из них уже разъехались по месторождениям. Остальным выпала честь посадить саженцы на аллеи молодых специалистов, а также поучаствовать в акции «Сад памяти». Репортаж наших коллег. Рябина уже давно используется в ландшафтном дизайне, как декоративное дерево. Тем более, что оно неприхотливо и морозоустойчиво. Это как раз то, что надо, решили в Совете молодых специалистов РН «Юганскнефтегаз» и создали свою собственную аллею. Мы очень долго смотрели, какая территория может у нас стать нашей потенциальной, введенной в наше доверие, в управление. Сошлись на том, чтобы это была лесовая сторона пешеходной зоны набережной реки. И все с этим согласились убрать старые деревья, которые уже подсохли, и обновить. Это станет хорошей традицией. Каждый год высаживать около сотни деревьев, говорят вновь прибывшие нефтяники. А ведь они еще и взяли шефство над этой территорией. Обещают обеспечивать постоянный уход за высаженными рябинами, поливку и подкормку ее удобрениями. «Юганскнефтегаз» очень много делает для озеленения города. Это память. Потом будем проходить с детками, показывать, что когда-то в далеком 2020 году мы с ребятами сажали вот эти деревья. Это очень приятно. Я как мужчина должен посадить дерево, вырастить сын и построить дом. Дерево, как видите, я уже практически посадил. Миссия молодых специалистов на этом не закончилась. Они отправились на уборку береговой линии реки Юганская Обь. Суббота без хорошего субботника. Этот день потраченный зря. Важно ведь еще и позаботиться о чистоте природы, говорят нефтяники. У нас план был убраться на набережной. Там посмотрели чисто все, в принципе, кто-то уже убирался. Решили спуститься вниз, потому что, как правило, сюда редко кто заглядывает. И по наполнению мешков в этом количестве. Мешков, заполненных преимущественно стеклом и пластиком, собралось порядка 30 штук. Молодые специалисты утомились, но, по их признанию, это была приятная усталость. Ведь их ждало еще более почетное дело – высадить несколько кустов венгерской сирени в саду памяти, приуроченном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok